Я хочу представить наших модераторов сегодняшнего первой части заседания. Это доктор Александровна, Александрова Евгения Александровна, профессор Лихтерман Леонид Бориславович и доктор Захаров Владимир Олегович. Спасибо большое, что вы пришли на утренний семинар. Пожалуйста, Леонид Бориславович, вам слово. Спасибо. 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 Дело в том, что при, скажем, такой тяжелой форме черепно-мозговой травмы, как диффузное акциональное повреждение, прежде всего страдает мозг в плане атрофического процесса. Именно атрофический процесс является ведущим в том, что он задерживает больных на стадии вегетативного статуса или минимального состояния сознания. Если мозг похудел, мозг атрофичен, то прогноз перспективы, они очень затрудняются, и мы редко бываем довольны клиническими результатами нашего лечения. Если масса мозга сохраняется и, более того, нам удается ее восстановить, то мы можем прогнозировать достаточно приемлемые клинические результаты. Мы располагаем наблюдениями, где было два процесса. Процесс атрофии, связанный с черепно-мозговой травмой, и процесс восстановления объема мозга, восстановления его вещества, что всегда сопровождалось и клиническими результатами. И очень существенно, что к нам сегодня пришла Наталья Валерьевна Гуляева, крупнейший специалист в области функциональной биохимии, которая экспериментально ищет пути, как нейротрофику, факторы роста привлечь в клинику с помощью действенных препаратов. Не случайно спонсором этого сателлита является Эвер Нейрофарма. Эта фирма нацеленно занимается препаратами, воздействующими на центральную нервную систему, на трофику мозга. И она предложила миру такой препарат, как цербролизин. К нему двойственное отношение. Одни считают, что это просто некая смесь низкомолекулярных пептидов и аминокислот. Другие, наоборот, полагают, что это ведущий препарат для того, чтобы переломить ситуацию с атрофическим процессом. Для того, чтобы запустить факторы роста. Добиться восстановления нейротрофики, прежде всего, трофики нейронов, естественно. Недавно было проведено исследование масштабное в пяти странах Азии. Называется КАСТА. И что важно, это, естественно, не выявило, как будто бы положительных влияний церепролизина на исходы инсульта. Но ведь вы понимаете, как важна методология. Я надеюсь от Натальи Валерьевны сегодня услышать именно еще и методологические советы, кроме новых научных данных. Когда берется инсульт в целом, от легких до тяжелых форм, там действительно выявить преимущество церепролизина трудно или не удается. Почему? Потому что при легкой форме инсульта восстановление происходит и вне церепролизина. А вот при тяжелой форме инсульта, когда выбираются вот такие адекватные группы, очевидно преимущество этого препарата и его будущее. Конечно, нужно еще и исследование. Я не хотел бы удлинять свое вступление, я просто хотел подчеркнуть исключительную важность этого симпозиума. Он, может быть, будет в какой-то степени переломным в нашем восприятии нейрфотрофики, в наших действиях по восстановлению головного мозга, спинного мозга. Наталья Валерьевна, я с удовольствием, с вниманием и с надеждой предоставляю вам слово. Наталья Валерьевна Гуляева, профессор, заместитель директора института и руководитель лаборатории функциональной биохимии Института высшей нервной деятельности. И вместе с тем, практикующий гевролог, пожалуйста. Спасибо большое, глубоко уважаемый Александр Николаевич, глубоко уважаемые модераторы. Большая честь для меня здесь выступать и большая благодарность профессору Лихтерману за такое, в общем, очень правильное введение. Потому что понятно, что мы понимаем под нейротрофикой на уровне человека, на уровне врача, на уровне пациента. Я постараюсь показать, на самом деле, какие молекулярные механизмы могут лежать в основе вот этого похудения или восстановления мозга. И действительно рассказать что-то о принципах оптимизации нейротрофической поддержки нервной системы. Вот это примерное содержание того, о чем мы будем говорить. Пойдем по пунктам. Что такое нейротрофические факторы? Я ей страчу буквально три минуты, но скажу, что вот эта группа соединений имеет очень красивую, действительно красивую и славную историю, которая где-то даже, я бы сказала, достаточно детективна. К сожалению, нет времени много рассказывать. Но вся история началась в 1934 году, при том, что концепция нейротрофики, естественно, существовала раньше. Но конкретные исследования принято считать, а не начатые в 1934 году, когда Виктор Гамбургер обнаружил, что удаление конечности, он работал на эмбрионных цыплят, приводит к уменьшению числа сенсорных и моторных нейронов в спинном мозге. Дальше он показал, что если дополнительную конечность трансплантировать, то число сенсорных и моторных нейронов в спинном мозге увеличится. И сейчас мы не будем останавливаться просто по отсутствию времени, создал концепцию, которая, в общем, полностью не оправдалась. Его объяснение, как показало развитие этих исследований, было неправомерным. В 1942 году, на самом деле, уже сбежав от Франка в деревню на север Италии, Рита Леви Монтальчини, эксперименты, проводившая в совершенно импровизированной лаборатории, на основании своих данных предположила, что вот те сигналы, которые получают моторные нейроны в разных ситуациях и поддерживают их дифференцировку. Кончилась война. Рита Леви Монтальчини из Италии приехала к гамбургеру в Соединенные Штаты. Они повторили эксперименты с конечностями вместе и обнаружили, что их эксперименты подтверждают гипотезу наличия нейротрофического регулирования роста и дифференцировки нервов. Вот это вот основополагающая статья, которая потом легла в основу Нобелевской премии, полученной по этой тематике. В чем состояла гипотеза подтвержденная? В том, что те части органа, которые иннервируются, выделяют некоторые факторы выживания, трофические факторы. Очень важно, что их количество ограничено. И именно количество этих факторов обеспечивает баланс между размером органа, причем это может быть нейрон-нейрон, может быть нейрон-орган, и количеством иннервирующих нейронов. И афферентные нейроны конкурируют за доступ к нейротрофическими факторами, и только те, которые получают эту нейротрофическую поддержку, образуют функциональные связи, остальные отмирают. Вот примерно так была представлена эта гипотеза в графическом варианте. Кто получил факторы, выжил, кто факторов не получил, отмирает. И, кстати, довольно скоро гипотетически был объяснен тот факт, конечно, известный всем в этом зале, что в процессе раннего антогенеза в мозге, по разным данным, погибает от половины до двух третей даже у некоторых организмов нейронов. И, собственно, смысл этого может быть и понятен, но механизм нет. И вот, видимо, на общем уровне вот такой механизм и действует, и до сих пор так и считают. Дальше довольно быстро развивались события. Очень простой эксперимент 1954 года. В культуре симпатического нейрона в присутствии экстракта нервной ткани, вы видите, происходит отрастание отростков. Уже в 1960 году впервые выделен нейротрофический фактор, очищен до гомогенного состояния. Его назвали Neur Gross Factor, фактор роста нервов. И в 1986 году эта глава истории о нейротрофических факторах закончилась получением Нобелевской премии в категории физиология и медицина. Вручена премия была Рите Леви Монтальчине и Стэнли Коэном, сейчас я скажу о нем два слова, за их вклад в развитие факторов роста. Это вот как раз этот момент вручения Рите Леви Монтальчине Нобелевской премии. Что сделал Коэн? Коэн, который работал всю жизнь в Соединенных Штатах и работал параллельно с Леви Монтальчине, очень четко понял клиническую значимость нейротрофических факторов. Рита Леви Монтальчине работала в основном, думая, в фундаментальной области. Коэн сразу задумался о медицине, гамбургера уже не было в живых, вот они получили эту Нобелевскую премию. Рита Леви Монтальчине ушла два года назад, как раз в декабре, вот в эти дни, в возрасте 102 лет, в здравом уме и твердой памяти. Это действительно поразительная женщина. Что мы сегодня на общем уровне знаем о нейротрофических факторах? Ну, в данном случае это прототипный фактор роста нервов. К сожалению, вот такую простую, ничего не объясняющую схему мы можем нарисовать и понимаем, что именно сигнализация через нейротрофические факторы определяет, интегрирует функционирование нервной системы, иммунной, эндокринной системы. Уберите или нарушите ситуацию с нейротрофическими факторами, будет нарушено все. Мы с вами остановились на 1986 годе, но вот здесь вот просто показано, что дальше каждые несколько лет либо новые нейротрофические факторы были открыты, идентифицированы, либо очищены. И в итоге получилось, что факторов-то на самом деле очень много. Я думаю, что вы здесь узнаете знакомые сокращения. И сегодня таблица нейротрофических факторов, такая очень грубая, выглядит вот так примерно. Вы с удивлением увидите, что кроме семейства нейротрофинов, еще раз, нейротрофические факторы, общее название, нейротрофинные отдельное семейство, о котором мы сейчас и будем плотно говорить. Есть еще и другие семейства. И вы видите, что, например, фактор некрозоопхоли, который используется во всем мире для индукции апоптоза в модельных системах, он в каких-то ситуациях тоже может быть трофическим фактором. И сейчас, мне кажется, будет ясно, от чего это зависит. Вы видите здесь другие трофические факторы других семейств, таких как глиальный фактор, нейротрофический фактор, инсулиноподобный фактор роста и так далее. Это все так или иначе трофические факторы. Они действуют в разных структурах и, главное, в разных клетках нервной системы. И функции, которые они выполняют, конкретно разные, но в общем одни и те же. Они поддерживают выживание и развитие нейронов. Семейство нейротрофинов просто изучено больше всего. Оно действительно начинается с прототипного лауреата Нобелевской премии фактора роста нервов. BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, фактор полученный из мозга, это совсем другой фактор. И нейротрофины их несколько. Итак, как мы сегодня определяем? Мы определяем нейротрофические факторы, как семейство регуляторных белков нервной ткани, где они синтезируются? Они синтезируются в нейронах и в клетках глии. И они обеспечивают выживание и нормальное функционирование нейронов. Во время эмбрионального развития они полностью дирижируют вот этим вот оркестром создания цитоархитектоники мозга. В пренатальном антогенезе, как мы уже упоминали, они будут действовать для нейронов, как сигнал выживания, и выживут те, которые эти факторы получат. И в зрелой нервной системе мы уже будем иметь сформированный мозг, который, мало того, что те нейроны, которые при развитии получили достаточную поддержку нейротрофическую, но еще и те, которые в настоящее время ее непрерывно получают. Несколько ключевых вещей. Первое, что в нервной системе нейротрофические факторы синтезируются в клетках, секретируются и действуют снаружи. Значит, это первое. Мы увидим, что клетка может секретировать нейротрофический фактор, который ее же и регулирует. Вот такая вот ауторегуляция. Действует локально в месте высвобождения. Тоже это принципиально важно для медицинских стратегий. Если нам нужно иметь этот фактор в месте его высвобождения, а не в других местах, значит, нужно очень хорошо задуматься, а как его в нужном месте и в нужное время усилить, или как его доставить, и можно ли его просто доставить извне. Это то, на чем сейчас медицинское применение нейротрофических факторов самих по себе, как отдельных белков, очень спотыкается. Какие эффекты морфологические нейротрофических факторов? Это ветвление дендритов и это рост аксонов. Тоже, я думаю, не в этой аудитории объяснять, что такое спрутинг и насколько он важен для восстановления функции поврежденного мозга. Регионарная специфичность. Вот мы возьмем два самых известных нейротрофических фактора. Это фактор роста нервов и BDNF. Значит, и посмотрим, чем они, например, отличаются по своей регионарной специфичности. Секреция может происходить из нейронов или глеи. Мишень нейрон. Работают они с симпатическими и эмбриональными сенсорными нейронами и имеют свой рецептор. BDNF, функциональные области его действия, это в основном гиппокамп, неокортекс, базальный передний мозг и мозжечок. Они поддерживают выживание, рост, дифференцировку нейронов и синапсов. Они, что очень важно для поврежденного мозга, и мы к этому вернемся, стимулируют нейрогенез. Присутствуют в мозге и почему-то на периферии. И, кстати, могут быть биомаркером целого ряда состояний. Тоже об этом скажем. Причем, вот как синтезируется в BDNF мозге мы знаем, а где он синтезируется, как на периферии, просто это не очень изучают. Считается, что это пока не очень интересно. Как он распределяется? Ну, мы уже упомянули, что действует он через рецепторы. Вот это рецепторы нейротрофического фактора каждого конкретного и три фактора из группы нейротрофинов. Вот вы видите это иммуногистохимии, вы просто видите, что это гиппокамп и кора. Вот там эти основные нейротрофины и их рецепторы, что важно, потому что иначе мы не знаем других механизмов действия нейротрофических факторов, первичных механизмов, как только связывание и сигнализация через рецепторы. Еще одна вещь, которую мы должны тоже очень четко осознавать, что нейротрофический фактор синтезируется в клетке. В данном случае это сложная схема, но нам из нее только нужно понять, что синтезируется обычным образом, проходит пострансляционную модификацию в аппарате Гольджа, частично подвергается ограниченному протеолизу и особым образом секретируется и частично подвергается ограниченному протеолизу снаружи. Так вот, оказалось, это то, на что много лет не обращали внимания, из-за чего, в общем, и продвижение было небольшое. Оказывается, что нейротрофический фактор незрелый, исходно, вот здесь синтезированный, и тот нейротрофический фактор, который секретируется, хотя частично может секретироваться и незрелый, и тот, который подвергается, в кавычках, созреванию снаружи клетки уже, это две большие разницы. И разница действий этих факторов настолько драматична, что действие их просто противоположно. Ну, вот эта структура типичного белка из семейства нейротрофинов, они все устроены похожим образом, но, естественно, кроме гомологичных, имеются и различные участки аминокислотной последовательности, которые все-таки позволяют нам различить между нейротрофинами НЖФ и БДНФ. Так вот, как же действуют нейротрофические факторы? Есть два класса рецепторов нейротрофинов. ТРК – это тирозин киназа, то есть вот здесь сидит тирозин киназа. Тирозин киназа – это очень просто, это протеин киназа, которые просто белки, и неважно какие, сигнальные белки, фосфорилируют по остатку тирозина. И есть совершенно другой тип рецептора, который имеет надстройку над мембраной совершенно другую, и белки, которые взаимодействуют с цитоплазмой, тоже совершенно другие. Вот два типа, два класса рецепторов. Чем же различаются эти рецепторы? Вот теперь мы вспомним, что есть нейротрофины зрелые и незрелые. И вот незрелые нейротрофины, пронейротрофины так называемые, взаимодействуют с рецептором П75. Название обычного этих рецепторов, если есть число, идет от молекулярной массы исходно выделенного рецептора – 75 кД. Вот мы видим, что незрелые нейротрофины взаимодействуют с рецептором П75, а зрелые нейротрофины достаточно специфично взаимодействуют каждый со своим тирозин киназным рецептором и с намного меньшей специфичностью с рецептором П75. Если эти незрелые нейротрофины расщеплены, они тут же становятся высокоэффективными легандами тирозин киназных рецепторов. А теперь самое главное. В итоге, при передаче сигнала через эти рецепторы, какие функциональные последствия наступают? Рецепторы тирозин киназа – это те, с которыми зрелые нейротрофины взаимодействуют. Так или иначе, опять я не буду утомлять вас конкретной молекулярной подложкой, но мы видим, что взаимодействие, в данном случае фактор роста нервов, со своим рецептором, это тирозин киназа, а приводит к выживанию и к дифференцировке клеток. А вот что происходит при сигнализации через рецептор П75, сродство к которому максимально у незрелых, нерасщепленных нейротрофинов. Вы видите, что активируется апоптозоподобная гибель клеток через обычную историю, утечка цитохрома С через митохондрии и активация каспазного каскада. Таким образом, один и тот же белок, в зависимости от того, расщеплен он или нет, и в зависимости от того, какие рецепторы имеются на клетке, будет оказывать совершенно разные эффекты, что очень, конечно, усложняет ситуацию опять для клинического использования нейротрофических факторов. Ну и все осложняется тем, что эти рецепторы еще и взаимно регулируются, если они находятся рядом. Ну и еще одна история тоже, которая позволяет нам, наверное, объяснить, почему без нейротрофической поддержки, все-таки, ну вот механизм сам, почему умирают нейроны, например, в антогенезе, да? Вот совсем недавно были найдены свойства двухтирозинкинас, антогенезе, это рецепторы НЖФ и нейротрофина, нейротрофинов один, там, три, да? Мы знаем, как действуют рецепторы. Связывается легант, идет сигнал. А это рецепторы, очень похожие на рецепторы гибели, да? Вот с фактором некрозоопухоли, например, работают рецепторы гибели по механизму. Но суть в том, что сигнализация на гибель начинается, когда рецептор пустой. То есть, если рецептор не занят нейротрофином, идет сигнал гибели. И тогда мы понимаем, почему, вот если есть такие рецепторы, они были совсем недавно открыты, это как бы рецепторы наоборот. Но вот они работают на гибели. И тогда понятно, вам не хватает нейротрофина, идет сигнализация на гибель, и все. Еще одна вещь, которую мы должны очень четко себе представлять. Что вот прошел сигнал, прошли какие-то сигнальные каскады. А как дальше реализуются изменения в клетке? Всегда через ядро. Всегда через транскрипцию. То есть, снаружи пришедший к мембранному рецептору нейротрофин в клетку не войдет. Но сигнал дойдет и изменит экспрессию генов. Вот основной вот такой механизм работает. Почему мы думаем, что нейротрофины, нейротрофические факторы, все-таки имеют какую-то физиологическую функцию? Мы это знаем из многолетних экспериментов, именно экспериментов, которые говорят нам о том, что количество мРНК, то есть экспрессии генов, в данном случае мы будем говорить про БДНФ, он и в клинике будет потом больше использоваться, и по нему в связи с этим работ больше. И количество самого белка будет увеличиваться там и в тех областях мозга, которые изменяются при изменении нейронной активности. И вот здесь примерный список тех ситуаций, в которых мы видим вот эту апрегуляцию, в частности БДНФ. Видите, это деполяризация, это возбуждающая трансмиссия, это снижение тормозной трансмиссии, это судорожная активность, когда во многих областях мозга идет генерализованная активация именно системы нейротрофических факторов. И мы еще об этом упомянем вскользь, но это очень интересная история и тоже принципиально важная для применения нейротрофических факторов. Это, конечно, долговременная потенциация, но та же история наблюдается при естественной физиологической стимуляции, при сенсорной стимуляции, при физической нагрузке, при обогащении среды. Эти эксперименты дают нам основание быть убежденными в том, что изменения уровня нейротрофических факторов имеют прямое отношение к их физиологической функции. Один из хороших примеров того механизма, достаточно сложного на первый взгляд, но при объяснении на пальцах простого, каким, собственно говоря, клетка может сама себя регулировать нейротрофинами, является доказанное участие нейротрофических факторов в прекондиционировании. Я напомню, что прекондиционирование – это феномен, при котором вы небольшим воздействием можете прекондиционировать, подготовить орган к более сильному повреждающему действию. Ну, например, слабой ишемии к сильной ишемии. Это хорошо сделано на сердце и используется в клинике. На мозге много экспериментов минимального использования в клинике пока. Но вот как это работает с точки зрения того же нейротрофического фактора БДНФ? Вот у вас, скажем, ишемический стимул. Открывается НМДА-рецептор. Вот это, собственно, вариант глутаматной токсичности. Входит кальций. Входит кальций через фактор транскрипции КРЭП. Идет активация гена, который синтезирует БДНФ. И, собственно говоря, вот они это так и обозначают нейропротективное состояние. Синтезирован БДНФ в клетке. Он выбрасывается этой клеткой и взаимодействует со своим рецептором. Тирозин киназа Б и дает сигнал на выживание. То есть, если вот это рассматривать в виде схемы, это очень просто, это очень логично, это очень красиво. И, видимо, так и работают нейротрофические факторы. Что же происходит при патологии? Ну, сначала все звучит очень неспецифично. Все, без исключения, патологии центральной и периферической нервной системы, при которых исследования проводились, связаны с нарушениями системы нейротрофических факторов. А что входит в систему? Синтез, процессинг, зрелый-незрелый, секреция, это тоже процесс, и он может быть нарушен. Это очень сложный процесс секреции. И экспрессия рецепторов. Потому что мы теперь понимаем, что исследовать нейротрофический фактор, ничего не зная о рецепторе, это значит не сказать ничего. Если у вас увеличен уровень БДНФ в каком-то отделе мозга, а рецепторов столько же, значит, функционально вы не усилили систему. И действительно локализация этих нарушений там, где нарушена и функция отделов мозга. Значит, какие основные нарушения, которые, собственно говоря, происходят при огромном, минус один, большинстве церебральных патологий, к которым относятся и инсульт, и, конечно, травматическое повреждение мозга, это недостаточный синтез, недостаточная секреция, это изменение соотношения рецепторов. Тирозинкиназма, которая работает на выживание, и П75, которая работает на гибель. И это то, на что мы должны обратить с вами максимальное внимание. Я постараюсь это сегодня доказать. Вот если нарушен процессинг нейротрофических факторов, то есть расщепление их протеазми, тогда вы имеете избыток профакторов незрелых, недостаток зрелых и сигнализацию в основном через эти рецепторы. То есть увеличение соотношения нерасщепленных к расщепленным, это всегда сигнал гибели. А вот наше исключение. Если будут вопросы, я с удовольствием расскажу. Исключение – это эпилепсия. Потому что вот на сегодня из известных таких глобальных церебральных патологий есть одна – это эпилепсия, основа которой – это избыток секреции БДНФ в определенных отделах мозга. И прежде всего в гиппокампе. Отсюда спрутинг, отсюда усиленный нейрогенез и так называемая аберрантная пластичность. Потому что с точки зрения вот такой пластичности нейрональной эпилептический мозг – это суперпластичный мозг. Другое дело, что избыток возбуждения и все остальное делает этот мозг больным. Значит, это мы, что называется, заметили, что есть одно исключение. При старении, при развитии деменции, при большой депрессии показаны изменения уровня БДНФ в крови. И давайте на этом заострим внимание на несколько минут. С двух точек зрения. С точки зрения фундаментальной. Да, ну и, как я говорил, мы не знаем, откуда он берется в крови. Точно не знаем. Ну, из многих органов. Но возникает впечатление, что апрегуляция БДНФ, в данном случае это конкретно этот трофический фактор, с другими это не так ярко, в целом организме согласовано. То есть, если вы видите увеличение мощности системы в заинтересованных областях мозга, вы это видите и на периферии. Мы не можем это объяснить, но это очень важно, потому что целый ряд очень серьезных групп используют уровень БДНФ как маркер и, в частности, эффективности лечения, например, при деменции, при депрессии. То есть, вот это очень важная история, при том, что механизмы того, как увеличивается периферический уровень БДНФ, нам неизвестны, но используются хорошо. Ну, вот и здесь просто как пример того, насколько важен, например, вот этот нейротрофический фактор, в данном случае БДНФ, собственно, вот то общее, то, что мы называем не специфическое в разных заболеваниях мозга, а механизм-то очень похожий. Мы сейчас будем смотреть, как действуют нейротрофины при травме, а они также действуют и при инсульте, например. Так вот, на самом деле, нарушение нейротрофиновой это часто основа коморбидности. И я привожу вам в качестве примера вот эту вот очень хорошую статью. Это двухлетнее исследование на пациентах с деменцией и депрессией, где совершенно четко показано, что ухудшение состояния наблюдается у людей с коморбидностью, и оно происходит параллельно с снижением уровня БДНФ в крови. В других двух группах этого нет. Это деменция без депрессии и контроль. То есть вот как регуляторные факторы очень похоже, что именно нейротрофические факторы регулируют вот этот феномен коморбидности, обеспечивают его. Теперь к черепно-мозговой травме. И обсудим, перспективно ли каким-то образом пытаться и как если пытаться нормализовать системы нейротрофин? Вот эта чудесная картинка показывает те основные направления, по которым, как мы в большинстве случаев уверены, из экспериментов, по крайней мере, действуют нейротрофины. Значит, ну вот, если мы пойдем так вот против часовой стрелки, гибель клеток происходит при травме, это то, что нейротрофины у нас в общем в значительной степени то, чего должны позволить избежать и в эксперименте позволяют. Икса это токсичность, которая гасится нейротрофинами, отек, который также снижается под действием нейротрофин. Это все данные экспериментальных, прямых экспериментальных исследований на животных. Существенно снижается уровень нейровоспаления, существенно снижается проявление окислительного стресса, и в частности, особо тяжелая ситуация, когда это происходит на уровне митохондрии, есть защита митохондрии от окислительного стресса. Существенно усиливается ангиогенез, хотя мы имеем свои трофические факторы типа FGF для ангиогенеза, но и эти нейротрофины, они тоже стимулируют ангиогенез, и они усиливают нейрогенез, что нам очень важно. То есть теоретически мы от нормализации уровня трофических факторов в тех отделах мозга, где нам нужно, ждем очень хороших восстановительных эффектов. Теоретически. Только нужно понять, как их реально достигнуть. И основная проблема, когда ставить, потому что это очень четкая логика сегодняшней науки, выделить фактор, сказать, что он нужен мозгу, и думать, когда ставить. И вот здесь слегка, конечно, исследователи споткнулись, потому что, ну, что стали делать? Генная терапия. Ну, кстати, по-моему, при болезни Паркинсона подсаживали эти конструкции, но там с галиальным фактором, с GDNF. В эксперименте прекрасно, у человека ничего не получается. Чего только не придумывали, как добавить мозгу нейротрофических факторов. Эффект, в общем, очень невнятный. И, видимо, ну, в таком прямом лобовом виде, видимо, игра не стоит средств. Значит, давайте обсудим, как мы, что мы можем сделать, чтобы все-таки нейроны получили свои трофические факторы в нужном количестве. Причем там, на самом деле, я просто предвосхищаю вопрос, с рецепторами, за рецепторами тогда, если мы доставим, дело не станет, потому что, особенно в патологических ситуациях, избыток нейротрофического фактора, локальный, апрегулирует рецепторы. То есть, если много нейротрофического фактора и нужна сигнализация его, то рецепторы апрегулируются так или иначе. То есть, рецепторов нам хватит. Так вот, какие сегодня рассматривать терапевтические стратегии? Ну вот, генная терапия, когда вводятся вот эти частицы, разного рода частицы, и которые не работают. Помпы, да, эти эксперименты проводились, и не только эксперименты, был ряд больных, это были инсультные больные, которые имели мини-помпу с BDNF, эффекта не было большого. Генетически модифицированные клетки, та же самая история. Синтез очень активно одно время проходил, меметика в BDNF, то есть, это те, ну, по крайней мере, пептидоподобные соединения, которые должны взаимодействовать с рецепторами BDNF, которые должны пройти гематоэнцефалический барьер, то есть, ну, вот, вся история фармакологическая здесь, конечно, в полном объеме должна быть развернута. Есть эти соединения с эффектами, как-то, в общем, ну, не очень. А вот этот подход, который кажется невнятным пока с точки зрения механистически, это найти что-то, что может модулировать продукцию BDNF путем введения малых молекул. И, как ни удивительно, этот подход на самом деле реализовался до того, как его придумали. Вот это вот совершенно чудесная работа. Я подбираю дополнительную информацию вот последние 4 года, и оно оправдывается. Оказывается, те, если это исследовали, то всегда независимо от церебральной патологии и даже независимо от того лекарства, какой группы вы используете, происходит оптимизация, нормализация системно-эротрофических факторов в заинтересованных отделах мозга. Вот так вот по мановению волшебной палочки. Если вы посмотрите, для каких препаратов это показано, это ингибиторы моноаминоксидаза и холиностераза, которые используют при деменции. Это антидепрессанты разного типа. Это глутаматергические препараты. Это эльдофа. Мы думаем, что мы восполняем уровень дофамина, а мы на самом деле еще и стимулируем трофическую систему. То есть с эффективными препаратами эта система работает и так. нейротрофический фактор это пептиды. Если мы будем пользоваться классификацией академика Игоря Петровича Ашмарина, то это нейроактивные пептиды, это регуляторные нейропептиды. Может быть, препараты пептидной природы каким-то образом могут индуцировать каскады, характерные для трофических факторов и эту сигнализацию. Мы имеем эти препараты на рынке препараты сложного состава, препараты механизма действий, которых до конца не установлены. Они содержат, как правило, смесь пептидов мозга и аминокислот и используются в течение многих лет. Это церебролизин, на котором я остановлюсь, просто по той причине, что для него есть доказательная база. Но это, конечно, икортексин, для которого, к сожалению, научные исследования на нужном уровне пока не проведены. Поэтому мы сегодня говорим про церебролизин. Исходно концепция была, когда видели, особенно в эксперименте, положительный эффект церебролизина при ишемии, при черепно-мозговой травме, было предположено, что идет имитация действия эндогенных нейротрофинов. То есть было предположено, что сам препарат содержит те пептиды, которые будут взаимодействовать с нейротрофинными рецепторами. К сожалению, это не выдерживает критики это представление, потому что курс очень длительный. Острых эффектов практически нет. Если бы было прямое взаимодействие с рецептором, были бы острые рецепты. И это, в общем, один из убийственных аргументов. Дальше, вы вводите системно его. Никто не знает, сколько из этих препаратов попали в мозг. Это, знаете, работа для целого института, хорошо оборудована на несколько лет, чтобы доказать, какие из многих пептидов входят и как, и куда. И поэтому было более логично предположить, что каким-то образом с периферии, запуская какие-то сигнальные каскады, вот та смесь пептидов, которую мы получаем с церебролизином, способна регулировать эндогенные системы нейротрофических факторов нервной ткани. Я очень долго ждала работы вот этой вот, то есть, я думала, кто же, наконец, потому что очень сильные лаборатории работают с церебролизином. И вот, наконец, эти работы пошли. Я хочу обратить ваше внимание, хотя она связана не с травмой, мы с травмой все равно сейчас еще раз скажем, конечно, о травме, но сейчас я хочу обратить ваше внимание на эту работу, потому что это одна, ну и, на мой взгляд, примерных таких работ, блестящих, сделанных на хорошем уровне. Это в лаборатории Маслеха в Калифорнии сделана работа. Они брали животных трансгенных моделей болезни Альцгеймера с мутацией АПП, по-моему. Это животные, которые исходно имели нарушение поведения, это мыши имели нарушение поведения, они имели очень большие проблемы, вот если вы посмотрите, вот это иммуногистохимическое окрашивание на холиноцетилтрансферазу, да, то есть здесь вы просто видите холинергические клетки. Вот это нетрансгенные, вот это трансгенные, здесь больше увеличений, здесь просто видно, что их намного меньше, и у них и отростков меньше, да, то есть есть четкий дефицит холинергической системы, который проявляется и в поведении тоже. После курса, там большой, там трехмесячный курс церебролизина, вот вы видите, что это подсчет холиноцетивных клеток в нуклеус базалис, аналог ядра Мейнерта человеческого, и вы видите, что трансгенные животные имеют почти вдвое меньшее число, плотность в данном случае хат позитивных клеток, это не трансгенные контроли, да, это, а вот это трансгенные животные с церебролизином, при этом, я просто сейчас не показываю за дефицитом времени, поведение, они имели вполне себе прекрасные успехи в обучении и запоминании, вот, это клеточная часть этой работы, а вот молекулярная часть, значит, они исследовали, причем очень красиво разными методами, здесь очень важно подтвердить по белку, по по МРНК и белок разными методами посмотреть, да, и фа посмотреть, и блод посмотреть, и что они показали, вот это вот то, о чем я все время говорила, что у животных трансгенных повышен уровень профактора нерасщепленного НЖФ, и именно на него идет основное действие церебролизина, вы видите, да, вот эту разницу, то есть получается, что есть четкая корреляция между числом выживших холенергических клеток и соотношением нерасщепленного и расщепленного НЖФ, то есть изменяя соотношение трофических факторов, расщепленного и нерасщепленного, в данном случае церебролизин отрегулировал систему нейротрофических факторов, еще опять давайте вспомним, церебролизин введен системно, мы смотрим вообще нуклеоз базалис, то есть действительно с периферии получили препарат, эффект получили положительный регуляторный в той области мозга, где собственно патология и была, мне кажется это очень убедительная статья и она нам позволяет все-таки рассуждать, что именно так видимо церебролизин и должен действовать, это оптимизация системы нейротрофических факторов и это благоприятная нейропластичность, я пишу благоприятная всегда, потому что всегда имею в виду пластичность при эпилепсии, которая тоже связана с нейротрофическими факторами и поэтому будем ее называть благоприятной. Когда возникает вопрос, а что там из этих пептидов действует, вы знаете, я четко могу себе представить, что мы этого никогда не узнаем, ну, за время нашей жизни. Там огромное количество пептидов и как они действуют в первичном участке своего приложения мы не знаем, но опять же ориентируясь на концепцию Игоря Петровича Ашмарина, мы можем себе представить, что если вы вводите один пептид, наверное, вы знаете или предполагаете его мишень, он будет действовать на эту мишень. Если вы даете организму возможность выбрать из нескольких пептидов, ну, то есть, это мы так говорим по-человеческий выбор, а что это означает на молекулярном уровне, вы ввели несколько соединений, и в той точке, где нужно одно из них, оно будет реализовано, именно это соединение. И в этом плане, мне кажется, было бы правомерно вообще рассматривать церебролизины, препараты этого рода, как природную комбинаторную библиотеку пептидов, так оно и есть. Это пептиды из мозга, трансформированные там в результате протеолиза, да, но в принципе это библиотека. И в связи с тем, что он действует с периферией, в связи с тем, что он действует при самых разных тяжелых патологиях, я думаю, мы можем остановиться пока на этом гипотетическом представлении, но как-то я убеждена, что так оно и есть. Потому что мы понимаем, ну, условно говоря, тот пептид, который увидел свой рецептор, тот сработает. Я уже заканчиваю. Значит, как могут действовать пептиды церебролизина? Они могут действовать непосредственно, они могут запускать каскады, и обязательно запустив каскады, они изменят экспрессию определенных генов в определенных областях мозга, и они могут расщепляться в организме. Пожалуйста, это же незащищенные пептиды специально. Они могут давать более мелкие пептиды, и они уже будут работать по этим двум пунктам. Черепно-мозговая травма. Экспериментальная черепно-мозговая травма, ну, я бы сказала, что два десятка работ с церебролизином в этой области есть, они все разного качества, конечно, я покажу те, которые мне кажутся более интересны. Все работы на животных показывают улучшение восстановления после черепно-мозговой травмы, в разных моделях черепно-мозговой травмы, но кроме функционального восстановления, что нам важно для механизма? В зубчатой извилине увеличивается число нейронов и нейробластов. Зубчатая извилина это одна из двух основных нейрогенных зон во взрослом мозге. Это та область мозга, где происходит нейрогенез. Значит, мы видим, что именно там нейрогенез усилен. Снижается активность матричных протеаз, которые пропоптотические. Вот, кстати, обратите внимание, повышается уровень того трофического фактора, который ответственный за активацию ангиогенеза, как мы и видели. То есть, это уже каскадный механизм. Не сами пептиды, которые вы ввели, что-то улучшили, а они стимулировали синтез нейротрофического фактора. И вот этот сигнальный путь Sonic Hedgehog, это сигнальный путь, такой из очень новых, это путь стимуляции нейрогенеза. То есть, то, что мишень церебролизина, это нейрогенез, в этом нет сомнений. И, ну, собственно говоря, в этой работе просто обратили внимание на то, что гематоэнсфалический барьер и барьер между кровью и спинномозговой жидкостью нормализуется при черепно-мозговой травме, при введении, конечно, всегда курсовом церебролизина. Что касается клиники, конечно, видимо, предел мечты всякого клинического испытания, это быть отраженным в сборнике Кахрейна и быть признанным экспертами, которые работают для сборника Кахрейна. И здесь, надо сказать, церебролизин преуспел, потому что, ну, пусть немногие из многих, но исследования церебролизина при сосудистой деменции были признаны достоверными и проведенными на очень высоком уровне, то есть, я бы сказала, что на мировом уровне эффект церебролизина, положительный эффект церебролизина при сосудистой деменции признан. Что же с черепно-мозговой травмой? Работы с черепно-мозговой травмой в клинике, ну, такие, на которые все-таки можно как-то сослаться, реально идут с начала нулевых годов, и число этих работ возрастает. Я бы сказала так, что в отдельных работах, как правило, видят отдельные положительные эффекты, никто не сообщил, вот, ну, насколько я их прочла, никто не сообщил о существенных побочных эффектах. Вот анализ, собственно говоря, который проводится, говорит о том, что, конечно, все вот эти работы, они имеют какие-то свои дефекты, еще, скажем так, ограничения, я не права с дефектами, ограничения, конечно. И, конечно, на Кахрейна еще не тянут, и я с большим удовольствием хочу сказать, что в мета-анализах цитируются наши отечественные работы, и это вот прежде всего вот работы вот этих двух групп, которые, хотя напечатаны в наших журналах, но, тем не менее, они принимаются во внимание. И действительно, как совершенно справедливо профессор Лихтерман сказал, вот это вот большое исследование, мне кажется, оно еще такое немножко в завершающей стадии, я думаю, что действительно, соглашусь, что методология исследования в данном случае очень важна, и собственно, мы знаем препараты, которые кончили свое существование после крупного клинического испытания, когда второе не подтвердило, и так далее, но я думаю, что с серебролизином ситуация не та. Я думаю, что действительно нужно очень четко определить те группы людей, которым он показан. Кстати, те исследователи, которые обращают внимание на восстановление когнитивной функции, всегда во всех исследованиях пишут о положительном эффекте церебролизина на когнитивную функцию. Вот. То есть мне вот тоже кажется, что четкое определение тех групп, на которых проводить эти испытания, оно все-таки положительный эффект выявит, потому что ну, мне кажется, его просто не может не быть в данной ситуации. И я рассказываю про нейротрофины, всегда у меня один последний слайд один. Лекции разные, а слайд один, потому что собственно говоря, то, что нейротрофины очень важны в норме, тоже я хочу этим закончить сообщение. Нашла несколько лет назад работу, которая меня потрясла. Автор Эммануэль, это не псевдоним, это действительно итальянская исследовательница Эммануэль, которая исследовала связь НЖФ в крови и интенсивности романтической любви у молодых людей. Она показала, что только те люди испытывают интенсивную настоящую романтическую любовь, в которых уровень НЖФ выше определенного. чего и вам желаю. Спасибо. Наталья Валерьевна, вы знаете, ваша лекция блистательная, глубокая лекция, произвела сильнейшее впечатление. Мне повезло в жизни, я слушал, видел и даже держал в своей руке руку Риты Леви Монтальчини. в Риме в 95-м году на конференции. Хорошо, правда? Да. Это очень здорово. И вот после Нобелевского ряда Леви Монтальчини я слышу вас. Я думаю, что это тоже уровень Нобелевской премии. Спасибо большое. Вопросов к вам миллион. Все желают. Я мучаюсь этими вопросами, но мы не имеем этой возможности. Вы должны правильно понять. Вы сделали все, чтобы возбудить нас интерес к нейротрофинам и цереброрезину. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Еще раз огромное спасибо, Наталья Валерьевна. Вы погрузили нас в мир фундаментальной науки, молекулярной биологии. И, конечно, то, что вы так элегантно завершили свою лекцию, просто всех нас тут запривело в соответствующий тонус. Спасибо.